...в штурме Берлина, и не было лучшей боевой машины ни в одной армии мира. По площади проезжает военный легковой автомобиль ГАЗ-67Б с упрощенным открытым кузовом. На завершающей стадии Великой Отечественной войны эта машина широко использовалась для штабной и разведывательной деятельности, перевозки пехоты и раненых, а также в качестве легкого артиллерийского тягача. На площади Повели легендарная полуторка. Это прозвище автомобиль получил благодаря грузоподъемности в полторы тонны. На площади 76-мм дивизионная противотанковая пушка ЗИС-3, которая стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Мимо трибун проезжает знаменитая «Катюша», грозно-эффективное оружие, появившееся во время Великой Отечественной войны. В военных легковых автомобилях находятся ветераны Великой Отечественной войны. Это капитаты первого ранга Владимир Семидьянов и Федор Зайцев, полковники Борис Глыбин Александр Чеплыкин, гвардии старшие лейтенанты Нина Калиниченко и рядовая Валентина Серова. Столько мужества, отваги и храбрости у этих людей. Честь вам и слава, дорогие ветераны! Слава советскому солдату, воину-освободителю! На площадь Победы въезжает боевая техника Балтийского флота. Грозное и мощное оружие, стоящее на вооружении соединений частей береговых войск и противовоздушные обороны Балтийского флота сегодня надежно обеспечивает защиту западных рубежей Российской Федерации. На площади Победы бронетранспортеры ВТР-82А. Их задача – доставка пехоты на поле боя и ее поддержка огнем и штатного оружия. Бронетранспортеры оснащены 30-мм автоматическими пушками и спаренными пулеметами. Машины используются как в сухопутных частях, так и в подразделениях морской пехоты. К трибунам приближаются автомобили с роботизированными ударными комплексами платформа «М». Это бронированный робот, управляемый дистанционно, вооруженный гранатометом и пулеметной системой для ведения боя без непосредственного контакта с противником. Платформа «М» является универсальной боевой техникой, используется для ведения разведки, обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны важных объектов. По площади проезжают бронетранспортеры, предназначенные для ведения радиационной и химической разведки в различных условиях. Эти специальные машины обеспечивают передачу данных разведки в режиме реального времени, в автоматизированную систему управления войсками, а также своевременное оповещение в случае применения ядерного и химического оружия. Бронированные машины обладают высокой проходимостью, с легкостью преодолевают пересеченную местность и водные преграды. К трибунам приближаются автомобили с батальонными 82-мм минометами, созданные для подавления живой силы и огневых средств противника. Поддержку моторизованным частям, миномет первые свои полигонные испытания прошел в Афганистане. Обладая дальностью сперельбы до 4 километров, он незамерим в ближнем бою при уничтожении противника в окопах, за домами и другими укрытиями. По площади проезжают многозарядные дивизионные реактивные системы залпового огня «Град». Внуки легендарной реактивной установки «Катюша», огненные залпы которой наводили ужас и панику среди фашистских войск. Обладая дальностью стрельбы до 40 километров и значительной площадью поражения, эта система предназначена для уничтожения живой силы и боевой техники противника, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей на открытой местности и в укрытиях. Во время войны на вооружении Красной Армии находились различные артиллерийские системы, на смену которым сегодня пришли более мощные 192-мм пушки «Гиацин», предназначенные для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. На сегодняшний день «Гиацин» полностью отвечает современным требованиям, обладая большой огневой мощью, может транспортироваться на любые расстояния, любых видов транспорта, способен выполнять сложные задачи во всех видах общевойскового боя. Субтитры создавал DimaTorzok На площадь Победы въезжает тактический ракетный комплекс «Точка-М», способный успешно и эффективно поражать укрепления, командные пункты, средства противовоздушной обороны и другие важнейшие цели в тактической глубине войск противника на дальностях до 120 километров. Мобильность этого комплекса позволяет уже через полторы минуты с момента пуска покинуть место запуска ракеты, чтобы исключить вероятность своего поражения ответным ударом. Специальное оборудование транспорта заряжающих машин, сопровождающих пусковые установки, позволяет в течение всего 19 минут перезарядить ракетный комплекс. К трибунам приближаются 122-мм полковые самоходные гаубицы «Гвоздика». Самоходная артиллерийская установка предназначена для подавления и уничтожения живой силы артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения укрепленных объектов противника, обеспечения проходом в руминных полях и полевых заграждениях. Самоходная гаубица «Гвоздика» выполнена по классической для самоходной артиллерии башенной схеме. Корпус машины сварен из стальных броневых катанных листов, полностью дерметичен и позволяет осуществлять преодоление водных преград на плаву. На площади победы танки Т-72 – самые массовые боевые танки второго поколения. Основным предназначением этих грозных боевых машин является ведение активных, решительных и динамичных боевых действий на суше как в наступлении, так и в обороне в любых условиях обстановки. Принятые на вооружение в 1973 году танки Т-72 являлись основой танковых частей и соединений сухопутных войск нашей страны и на многие годы опередили всех своих противников. В 72-й была реализована идея надежности машины. В целом внедрены улучшенные условия для экипажа. В конструкции танка удалось заложить значительный резерв для модернизации и создания на его базе многих специальных машин. Этот танк был создан для боя. Такие неоспоримые достоинства Т-72, как высокие надежность и огневая мощь, по достоинству оценили специалисты всего мира. Эта боевая машина признана лучшим танком второй половины 20-го века. Трибуны приближаются боевые расчеты отдельного берегового ракетного полка, на вооружении которого находится береговой противокарабельный оперативно-тактический ракетный комплекс второго поколения «Ретут», предназначенный для поражения надводных кораблей всех классов. Ракета комплекса имеет мощную боевую часть и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность поражения цели одной ракеты. Благодаря большой дальности стрельбы одна батарея комплекса «Ретут» может прикрывать побережье протяженностью в несколько сот километров. Мощная фугасная или ядерная боевая часть позволяет вынести из строя одной ракеты корабль любого класса. По площади Победы впервые проходит лучший обрадик динемных ракетных систем С-400-3УМ, стоящий на вооружении соединения противовоздушной обороны Балтийского флота. Эта ракетическая система предназначена для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов след воздушно-космического нападения противника. С-400 обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых фрагет, баллистических и верных целей в условиях массивного удара, в сложной тактической и помеховой обстановке. Данный комплекс способен уничтожить одновременно до 16 воздушных целей на высоте от 20 метров до практического потолка их боевого применения. С-400 имеет рекордное короткое время развертывания, 5 минут, делающие его трудноуязвимым для авиации противника. Академия